В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве проходит выставка «Война и мифы», где можно познакомиться с героями сражения у разъезда Дубосекова, стать свидетелем битвы за Москву, увидеть, как летчики полковника Евгения Преображенского наносят удары по Берлину, а также встретиться с голограммными Иосифом Сталиным, Георгием Жуковым, Константином Рокоссовским и Иваном Коневым. При помощи сенсорных экранов зрителям предлагается изучить накопившиеся за несколько десятилетий мифы о Великой Отечественной войне, рассмотреть фотографии и документы и сделать собственные выводы. Выставка подготовлена при содействии российских архивов Музейно-выставочного центра «Россиза» создателей фильма «28 панфиловцев». После показа в Москве экспозиция отправится в другие города страны. Цель проекта – борьба с фальсификациями истории. Выставка продлится до 7 декабря. Часы работы. Со вторника по воскресенье. С 12.00 до 22.00. В Москве также можно посетить выставку «Находки на краю земли». В 2007 году на полуострове Ямал оленевод Юрий Худи обнаружил тело мамонтенка уникальной сохранности. Исследования показали, что останкам около 42 тысяч лет. Находка потрясла весь научный мир. Ископаемый мамонтенок, названный Любой в честь супруги оленевода, сохранился даже лучше, чем его знаменитые предшественники – Дима и Маша. Консервация тела произошла под воздействием лактобактерий. Из мерзлоты остатки были вымыты течением реки и почти сразу обнаружены. Ученые считают, что мамонтенок относился к той ветви древних слонов, которые по некогда существовавшему перешейку мигрировали в Северную Америку, а затем вернулись на свою историческую родину. Археологическое собрание является одним из наиболее обширных в музейном выставочном комплексе имени Ивана Шимановского. Представленные в нем памятники охватывают период от Мезолита до Нового времени. Задача экспозиции – представить столичной публике археологические находки, сделанные в Арктике, познакомить зрителей с жизненным укладом и обычаем коренных малочисленных народов Севера. На выставке также можно увидеть предметы быта, традиционную одежду жителей Ямала и многое другое. Выставка работает до 8 января. Часы работы – вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 20.00, четверг с 11.00 до 21.00. Адрес музея Москвы – бульвар Зубовский, дом 2, ближайшее метро, парк культуры. Продолжим артефактами земель славянских. При раскопках Выборги найдена металлическая фибула – женское украшение в форме застежки для одежды. Эта уникальная находка подтверждает дошведскую историю Выборга. Находка петербургских археологов доказывает, что шведы основали город и крепость на территории, где ранее проживали – карелы. Как отмечают археологи, фибулу работы карельских мастеров XIII века нашли при исследовании участка набережной напротив Выборгского замка. Такая находка сделана в черте Выборгского городского поселения впервые с 1979 года и является второй в истории раскопок города, подчеркивает в Институте истории материальной культуры. Найденный артефакт – одна из двух наплечных бронзовых фибул, входивших в убор карельской женщины, скорее всего, зажиточной крестьянки. Александр Сакса, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИМК РАН, руководитель Выборгской экспедиции, пояснил, вероятнее всего, это работа к мастеров карельского перешейка, возможно, живших где-то неподалеку от Выборга или где-то в радиусе торгового пути, проходившего через реку Воксу. Обнаружение фибулы является дополнительным свидетельством присутствия карельского населения на территории Выборга в дошлетский период, подчеркивают археологи. Долгое время считалось, что городская территория Выборга была заселена в первые десятилетия XIV века, после основания замка в 1293 году. Однако в ходе раскопок 2001 года был обнаружен культурный слой карельского поселения 1270-х годов, отметили пресс-службы ИМК РАН. Как отмечают петербургские ученые, карельское население оставалось на этой земле и в более поздний период, в XV веке. Выборгский замок был основан в 1293 году в ходе крестового похода шведов в Финляндию. На острове, который позднее стал называться Замковым, к моменту строительства шведами первых укреплений уже существовало карельское укрепленное поселение. Шведский период в истории Выборга длился 417 лет и закончился 13 июня 1710 года, когда после двухмесячной осады город был взят войсками Петра I. При раскопках в Омске обнаружили костяные доспехи, которые попали в число десяти невероятных секретов Сибири по версии американского журнала «Лист Верси». Калифорнийские журналисты составили рейтинг самых удивительных загадок Сибири. В него вошли археологические находки, обнаруженные в разных уголках Сибирского федерального округа. В их числе шигирский идол, возраст которого составляет 11 тысяч лет, найденные на Алтае останки сибирской амазонки, череп, свидетельствующий о том, что 3000 лет назад врачи проводили операции на головном мозге и многое другое. На шестом месте в списке можно найти костяные доспехи, которые археологи обнаружили в Омске в 2013 году. После проведения исследований ученые установили, что возраст находки составляет более 300-900 лет. Специалисты назвали костяную броню настоящей сенсацией. Памятник культурно-археологического наследия Стоянка Омская представляет собой иерархию поселений, могильников, стоянок и мастерских, относящихся к периоду с VI тысячелетия до н.э. по XIII век н.э. Памятник открыт на левом берегу Иртыша в 1918 году омским врачом, краеведом и меценатом Сергеем Ковлером. Первое научное изыскание на памятнике провела в 1927 году Варвара Левашова, выпускница из ТВАКа Московского государственного университета. Такие находки позволяют по-новому взглянуть на историю Сибири. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Новосибирске приглашают на новогоднюю вечерку. Здесь можно будет принять участие в играх, попеть традиционные песни, поводить орнаментальные хороводы и поплясать подзаводные наигрыши баяна. В танцах, играх, песнях могут принять участие все желающие, независимо от пластики, наличия музыкального образования, чувства ритма и прочего. Вечерка состоится 10 декабря, в субботу, начало в 16.00. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В школе «Рассвет Сварага» в Новосибирске 10-11 декабря состоится первый семинар по теме «Энергоинформационная безопасность. Вторая ступень». Подробности можно узнать по телефону 8-913-949-8202 или на странице мероприятия в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 6 декабря. Вторник. Инсульт. Профилактика. Помощь. Восстановление. Автор-соведущий Захар Белинский. 7 декабря. Среда. Идеология будущего. Взгляд писателя-фантаста. Авторы-соведущий. Токунов Александр Владимирович и Николай Михайлович Захаров. 8 декабря. Четверг. Основы развития женской интуиции. Автор-соведущий. Владимир Анатольевич Лукашенко. Начало эфиров в 20.00. Время московское. Каждую пятницу в 12 часов по московскому времени в эфир выходит стол заказов и повторяется в 3 часа в субботу. По дальневосточному времени в 21.00 в пятницу и по вторым в 5 и в 12 часов в субботу. Вы можете поделиться хорошим настроением, передав теплые слова и красивую песню добрым людям. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Желаем всем добра! Народная славянская радио Все нужно, все важно Субтитры создавал DimaTorzok